Онлайн-выстава фотографа Уладимира Сапогова, присвеченная первому Чарнобыльскому шляху. 30 вересня 1989 года у Минска отбылось первое мирное массовое шестье Чарнобыльский шлях, присвеченное наступством катастрофы на Чарнобыльской атомной станции. На Чарнобыльский шлях собрались некольки десятка тысяч людей из всей Беларуси. Сбор демонстрантов на Чарнобыльский шлях отбывался по обо два боки проспекта незалежности Тады Ленина у районе парка Чалюскенцев «Гадзинниковый завод». Геннадь Грушавы, один из организаторов и удельников Чарнобыльского шляха 30 вересня 1989 года, депутат Верховного Совета Республики Беларусь 12 и 13 скликанья, а так само створальник и керауник фонду «Детям Чарнобыля» загадывал, «Мирная протестная шэстя с конкретным и выразно сформулированным пытанням. Таким мне бачилася манифестация у Минску». Управа БНФ зарабила у той час гэтую акцию самой важной своей справой, а назву продымал никто и инший, як Зянон Пазняк. Про паном было шмат, а Лион заявил «Чарнобыльский шлях». И все погодилися, бы оно лаконично и докладно выказывало сутность. Зворот у Верховный Совет БССР про дозвол провести гэтое мероприемство подписали Зянон Пазняк Юрой Хадыкой и ваш покорный слуга. И тут же пачалося активное сопротивление. 30 вересня обвестили республиканским субодникам с массовым выездом студентов и школьников со столицы у ближайшие Калгасы и Саугасы. Разгорнули буфеты и продаж дефицитных товаров. СМИ разгорнули активную пропаганду с усим набором бирок, публичных образов и погрозов. Зразумелая справа, что перед початком шляху мы боялися, что могут быть ускладнений. Нават до силовых денег и нават были упэлнены, что Влада не даст просто так пройсти по всем проспекте от парка Чалюскинцев до площади Ленина, где находились будинки Саумина и Верховного Совета БССР. В тот день увидел, как стягивались войски. Подъезжали пожарные машины и автобусы с милицией. И натурально хвалявался, но когда увидел, как широким потоком люди сбираются до места в начале 6-го, раптом зрозумел, что ничего Влада не сможет с ними сделать, что Чернобыльский шлях отбудется. А когда до колонны демонстрантов по маршруте руху, раптом целиком спонтанно стали долучаться люди и людские плыни, под бел-червоно-белыми стягами, хоругвами и вымпелами с черными лижбами радиации тех теньших районов стал вельми худко повеличиваться. З'явилася упэлненность и радость, что все отрымалося. Абсолютная большинство грамадзян вышло на шлях с причиной незгоды с политикой державы по чернобыльским пытанне. По сути, народ потребовал от улады. Скажите нам правду. Мы боимся за наших детей. Можно сказать, что миновито 30 вересня 1989 года у першыню у найновшей истории Беларуси проявилися народная свядомость и воля, грамадзянская свядомость и активность масс. А это и есть начаток будовництва грамадзянской супольности. Люди звернулись до улады с прямым пытаннем. На что вы нас подманываете? Мы не дозволим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уладимир Силчыков Помнится, была пэвная эйфория, отчуванне, что просто на вачах творится история, что можно поплывать там по идее и особистым уделам нават простой присутностью у шэрагах манифестантов. А я ще думалася, что баранюю свою семью, двух дачок, 4-годовую Олесю и Христину, якой було год и два месяцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Олесь Дашшинский Я тады с Чарнобыльского шляху и многих иншых акций рабил материалы на Белрадио. Каль б ведал, дык зарабил бы тексты. Эх! Антонина Хвтенко Что памятаю? Трывожность памятаю. Вельми окреслена, докладна, аж нудых переймает. Что знайми будзи далей? Трымтяни листья на древах памятаю. Напелна, так трымтела и я у подчуванне, я ще не отчуванне, великой и неотдольной беды. А бедаш уже взрывала безлитасно житти, як той листье з восиньских древ. Незвычайную теплую еднасть памятаю. Быцем толькі маучанне і може так звязвать, лучыць і трымаць разам. Гэта была ці неадіная часіна ў маім житті, калі недзяглыбока запалі ўсе словы. Я ішла порыж з мужам, Алесім Ємельяновым. І мне падавалася, што вось цяпер ў гэты незвычайны момент жальны тішы я пазнаю яго. З усім незнайомага, інакшага, чым завжды, чым штодня. Знакі радыяцій памятаю, як водбліскі чыжоя пагрозы. Ніколі більш так востры не адчувала візуальну інформацію, і ніколі більш так нечутны былі крокі. Наші крокі. Кожнага паасобку і ўсіх разам. Гэта была хада спакойных і мудрых людзей, які верылі ў сваю моц і навад, мабыць, трошачку ў сваю місію. Ззівління памятаю. Насць в осіні і маўчання памятаю праз усю життё. Ні быта стуль і веду, надзею жыць. Жыць праўсе навалы, несправедлівості і випрабаванні тому, што жыцтё, яно бяскрайне мужне, непераможне. Гэткі восью мяне згадкі, тіхія як маўча, як ліставейс пасарот ядрога злому. Музыка 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 Алена Лаптёнок Той дзень запаўніўся яшчы і таму, што адмыслова на акцію да нас сяброўками прыехалі ўкраінскі актывісты, з якімі мы пазнаўіліся незадоўга да гэтай падзі падчас екскурсійной паездкі ў Львов. У центры городу стыялі пікеты пад сініжоўтыми фанамі стягамі па-украінску. Такая натхняльна атмосфера дзвіжу, кажучы сёняшнім слэнгам, што кінувшы свой екскурсійны автобус і группу, мы адправіліся ў Чарнаўцы на самый першы музычны фістываль Чарвона Рута. І вось пасля гэтага ўже яны прыехалі ў Мэнск. Добра памятаю, як мы верталіся з Чарнобальскага шляху зрушанай кампаніў па вуліцы Ілімской пад стягамі бялікім сініжоўтым і бел-чарвона белым. Мэнскага шляху Мэнскага шляху Мэнскага шляху ўчарвона белым. Полина Степаненко Был дождь и вельми шмат людей, и шли по проспекте, по проезжей часы, что было не звыкло, и шли до площади. И подчас руху было отшивание, что свет, у яким мы жили, меняется, с кожным кроком, с кожной хвилиной и секундой, что мы больше не будем жить у тем раннейшем свете, где усим кировала КПСС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ирина Дубянецкая Субтитры создавал DimaTorzok О! Ирина Дубянецкая Субтитры создавал DimaTorzok Ирина Дубянецкая Дубянецкая Верчорка Перед площадью Радслава Верчорка и Станислава Соколов и шли на переди. Стас же со стяжочком. Их выпустили у перед, бо символично, что дети. Ирина Дубянецкая Субтитры создавал DimaTorzok Ирина Дубянецкая Ирина Дубянецкая Ирина Дубянецкая Ирина Дубянецкая Ирина Дубянецкая Фрагмент выступу письменника Алеси Адамовича у Минску 30 вересня 1989 году. Саправды, Чарнобыль звязаны не тольки с Великой Хлусней, але із наупроставыми злачынствами, службовыми злачынствами. И безумовна, мы прыидзім усе до экологічнага Нюрбергу. Гэта непазбежна ў нашей країне, тому шту калі не спыніть гэтую безатказнаць, гэтую кругавую па руку хлусній на ўсіх узроўнях, на самых высоких, мы не выратуемся калі не Чарнобыля гэтага, то наступныя таке падеи будуть непазбежныя. Мы весь час ў Ахвярах, і вось цяпер Чарнобыль, і знов Ахвяры і Ахвяры. Ды што ж гэта такая за сістэма ў нас, якая патрабуе ад нас ў весь час Ахвяраў? Музыка Лявон Садоўскі Памятаю, что ў шести удельничал Олесь Адамович, а прадмову академика Велихова обсвистали. Музыка Сергей Чырык Пад час Чарнобыльскаго шляху було шмат журналістав і фотокоррэспандэнтаў. Здымалі і я, і Кастусь Войтка. У Ладзімера Сапагова добра памятая. Ведаў яго. У Ладзімер Кармілкін записываў гук выступаў, які гучалі на площы, гэта бачна і на фатаздымках. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok